Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1. Телефон 75 15 85. Информационная картина уходящего дня в программе «Наше время». Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Начинаем с громкого убийства на востоке области. Минувшей ночью в Орске подполковник полиции 7 раз ударил ножом своего сослуживца. По предварительной версии 45-летний погибший находился в квартире подозреваемого. И не исключено, что мужчины крепко выпили, после чего превратились из защитников правопорядка в фигурантов криминальной сводки. И в момент трагедии, кстати, оба сотоварища были не при исполнении. Подозреваемый, находясь в своей квартире, в ходе ссоры со своим 45-летним знакомым, в состоянии алкогольного опьянения находясь, нанёс ему не менее 7 ножевых ранений по различным частям тела – это лицо, шея, грудь. От полученных колторезанных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Известно, что между участниками происшествия произошёл какой-то конфликт. В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Но тем временем в Иркутске от отравления боярышником скончались уже 72 человека. И цифры постоянно растут. Уже второй день продавать всевозможные тоники и настои разрешено только в аптеках. Но все ли магазины придерживаются этого правила? И чем опасны те самые фурики? Иван Бер отправился в лабораторию и разложил ингредиенты смертельного зелья по полочкам. Здравствуйте, могу купить настойку боярышника? Нет. А что? А нету. Почему? Выпили всё. Выпили всё? Да. А когда будет ещё? Не знаю. После массового отравления техническим спиртом в Иркутске в целях безопасности власти запретили продавать маленькие пузырьки со всевозможными спиртовыми настойками везде, кроме аптек. Чем опасно распитие таких напитков, мы узнали в лаборатории ОГУ. На вид этот незатейливый пузырёк с настойкой боярышника унёс за этот месяц более 60 жизней в Иркутске. Люди, которые приобрели этот товар, использовали его не по рецепту. Более того, как удалось выяснить, в потреблённых настойках содержался не этиловый спирт, а метиловый. Это дешёвая и быстрая путёвка в вечное забвение. Чтобы проверить, содержится ли в напитке метиловый спирт, достаточно вылить немного содержимого в раствор серной кислоты и хромовой смеси. Затем всё это нагревается, и если продукт испарения светло-розовый, значит в напитке этил, который, кстати, тоже опасен в слишком больших количествах. Если же после реакции цвет стал почти фиолетовым, это метил. Всего 30 грамм этого вещества могут сделать человека слепым и даже убить. Причём происходить это будет в муках. Вот что происходит в живом организме под воздействием метановой кислоты и муравьиного альдегида. Посмотрим на верхнюю часть проверки и сравним её с нижней частью. В нижней части белок не денатурированный, а в верхней части белок денатурированный. По мнению химиков, в Иркутской партии настоек метил оказался не случайно. Он более дешёвый, его производят из отходов нефти, в то время как этил из пищевых продуктов. Я думаю, что это заранее продуманный шаг был, замена этанола на метанол, который по внешним признакам практически неотличим. Рассчитано, скорее всего, было на потребление небольшого количества метанола, который, в принципе, не навредит организму человека. Специалисты советуют, готовясь к новогодним праздникам, не покупайте алкоголь где попало. Безопаснее всего это делать в специализированных магазинах. И небольшая памятка от врачей. Первые симптомы при отравлении метанолом – желудочные спазмы, постоянная рвота и резкое ухудшение зрения. В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. И, как ни странно, но противоядием при отравлении метанолом является этанол. Иван Берд, Дмитрий Примачик. Наше время. Между тем, торговлю алкоголем необходимо взять под жесткий контроль. И каждую партию спиртного отправлять на проверку. А также ужесточать карательные меры к продавцам суррогата. В этом моим коллегам сегодня признался главный врач областного наркодиспансера Владимир Карпец. И если эти меры не принять, то иркутская трагедия может повториться в любом регионе страны. Надо ужесточать законодательство по отношению к лицам, продающим алкоголь вот такой ценой. То есть здесь надо очень серьезно государству махнуть шашкой, чтобы не было подобных последствий. Шашкой голову снять. И не просто там 2-3 года условно, а за такие смерти посадить в тюрьму на всю жизнь. Это будет очень справедливое решение. Ну и вице-премьер Александр Хлопонин уже выступил с инициативой продавать всевозможные настойки, в том числе блокордин и боярышник, только по рецептам. Об этом сообщает РБК. Кроме того, в Кабинете министров рассматривают идею ввести ограничения и по емкостям, в которых отпускается товар. Недопустимо продавать настои по 500 миллиграммов. Ну и внимание автолюбителей. В Оренбурге, на улице Пролетарской, на участке от Краснознаменной до Кирова появятся новые дорожные знаки. Остановка запрещена и стоянка запрещена. С табличкой «Работает эвакуатор». Такая мера необходима для увеличения пропускной способности и уменьшения скоплений транспорта. Как уточнили в городской администрации, знаки появятся уже в начале января. Ну вот такой приятный в кавычках подарок. Как люди на матрешку ополчились. Жители дома 12-й дробь 1 по улице Полиничка против детской студии, которая находится у них на первом этаже. Они уверяют, хозяйка развернула коммерческую деятельность в обычной квартире. Ну а вход в детский центр через подъезд, поэтому каждый день мимо них снуют неизвестные и жильцы боятся за своих детей. Но в свою очередь директор матрешки парирует. Она работает на законных основаниях, готова предоставить все документы и результат проверок. Ведь к ней всего за полгода, какие только спецслужбы не наведывались. А матрешки раздора. Ольга Патрушева. У деловых малышей матрешки во всю подготовка к праздникам. Выбрать краску поярче, фигуру поинтересней. Должна получиться елочная игрушка. Чтобы оживить, с глазки нарисую. Палочку берем. Собрать и развивать детей из окрестных домов Катя решила полгода назад. Проект оказался успешным. Ведь в так называемом мертвом городе живет много семей с детьми. Катя нам очень нравится, как она ведет занятия, очень грамотно. Ребенок в восторге. Вот в такую зимнюю погоду, например, гулять не пойдешь, а детям нужно общение. Поэтому мы здесь собираемся, здесь тепло, уютно. Детишкам очень нравится. Зато матрешка очень не нравится соседям. Не успела Катя открыть свою студию, как к ней уже пришли знакомиться. Ко мне пришла одна из соседок с третьего этажа. И сказала мне, что все инстанции будут у тебя в гостях. Буквально за месяц меня посетили министерство образования, государственная жилищная инспекция. Она написала жалобу в управляющую компанию. Но ни одного нарушения не нашли. Кроме того, говорит Катя, деньги на бизнес дали в правительстве. Без проверки проект просто бы не получил господдержку. Однако не согласных с матрешкой жильцов эти доводы не убеждают. Накануне детский центр лишился вывески. Кто это сделал, неизвестно. Но мама Кати все видела. Он мне сказал, зачем вы снимаете вывеску. Он мне ответил конкретно. Завтра будет проверка. Мы снимаем вывеску. Повесим через день, когда кончится проверка. На вывеску у Кати тоже документы есть. Согласно исключению УФАСа, растяжка не рекламная, а именно информационная. Без чего коммерческая организация, наоборот, работать не может. Но соседей, настроенных против матрешки, похоже, уже ничем не переубедить. У нас выходной отход в подъезде. Вы понимаете, нет. Ко мне в квартиру, вот буквально несколько раз ко мне в квартиру звонили. Откроется дверь, мы в матрешку. Почему я должна открывать дверь в матрешку? Я считаю, что для начала она должна получить лицензию. У нее должна быть пожарная безопасность. Это в первую очередь. На пожарную безопасность она мне также документов никаких не показала. Ольга Патруша, Владимир Семенов. Наше время. Ну и может ли развлекательный центр для детей работать в жилом помещении? И обоснованы ли претензии соседей? Как говорят юристы, закон на стороне руководителя матрешки. У нас закон именно непосредственно запрещает заниматься в квартирах. Это размещение офисов, если квартира в жилом фонде стоит. И промышленное производство какие-либо. Иными деятельностью она имеет право заниматься. У нас есть указ президента. Вот 12-го года. У нас есть постановление правительства, которое дает право гражданам заниматься именно деятельностью с лицами дошкольного возраста. Какие документы должны быть с адпенстанции, пожарную безопасность проверить. В принципе, это и все. В президентском уголовном деле на Орской трассе появились новые подробности. Под подозрение попали сотрудники Оренбург-Ремдорстроя. Об этом сообщает Оренбург-Ремдорстроя со ссылкой на Следственный комитет. Указанное уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом в отношении неустановленных следствием работников государственного иммунитарного предприятия Оренбург-Ремдорстроя по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Ну, я напомню, в ночь со 2-го на 3-е января на Орской трассе более полусотни человек были отрезаны метелью. Для Эдуарда Зинурова эта поездка стала последней. После трагедии было возбуждено уголовное дело по факту халатности, которую допустили ответственные лица регионального управления МЧС. Главным подозреваемым является бывший начальник ведомства Петр Иванов, который сегодня работает заместителем начальника Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России. Расследование по делу пока продолжается. Работа добровольных дружин сегодня стала предметом оживленной дискуссии. Выяснилось, в области числится порядка 300 объединений, но только на бумаге. Но молодежь к наведению порядка вообще не привлекается. За ходом жесткого разговора наблюдал Юрий Мишенин. Добровольные народные дружины не только охрана общественного порядка путем патрулирования улиц. Это пропаганда права, это закрепление за трудными подростками, это воспитательные цели достаточно серьезные. А теперь скажите, как часто вы в Оренбурге видите членов добровольной народной дружины на улице хотя бы? Вопрос прокурора области Сергея Бережицкого обращен к сотрудникам полиции. Ответ немного спутан, но в целом понятно. Над созданием добровольных народных дружин в городе работают, но почему-то пока не выходит ни качества, ни массовости. Действительно, мы не видим сейчас пока в Оренбурге именно работу народных дружин в таком объеме, который мы хотели бы видеть это в областном центре. Сейчас вот составили план, я думаю, что это будет с учетом новогодних праздников. Давайте признаемся, что молодежи нет, да? Особенно студенческой нет? Молодежь... Мы сейчас перед кем вот это все говорим? Абсолютно справедливо. Это даже во вред будет, если мы сейчас скажем, что молодежь как бы там есть. Чтобы понять, почему молодежи нет в добровольных народных дружинах, нужно четко вникнуть, чего не хватает. А не хватает многого. Не на всех дружинников есть удостоверения и значки. Нужно обеспечить правовую и страховую защиту общественников, то есть относиться к ним более серьезно. Требования ко всем главам территорий без исключения. Необходимо в полной мере обеспечить их помещениями, стационарными следственными связями, оргтехникой и преданным транспортом. Прежде чем требовать от общественных формирований серьезных результатов, органов власти всех уровней необходимо создать для их работы надлежащие условия. И по словам губернатора, первая проверка – новогодние праздники. Контролировать порядок там вместе с полицией должны и дружинники. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время. Ну и сейчас срочное сообщение. Как нам рассказали в Оренбургском гидрометцентре, сегодня ночью ожидается резкое похолодание. В некоторых районах температура по области опустится ниже 36 градусов. Школьников завтра, скорее всего, ожидает выходной. График отмены занятий указан на ваших экранах. Ну и теперь о тех, кто делает нашу жизнь светлее и теплее. Сегодня свой праздник отмечают энергетики. Большинство из них его встретили на трудовом посту. Из-за морозов в городе объявлен усиленный режим работы. Теперь оперативно-выездные бригады ежедневно проверяют объекты энергии теплоснабжения. На один день сменила профессию и наша Екатерина Волкова. На один участок теплотрассы целый десант мастеров в каждой пределе. Одни внимательно следят, чтобы из люков вышел весь пар, другие оборудуют колодца для специального тестирования. Но главное, конечно, произвести замеры на наличие вредных веществ. С нижней части тепловой камеры на наличие метана, CH4, тяжелый газ, он всегда собирается в нижней части камеры. На улице мороз, а значит, приходится работать в особенном режиме, усиленном. Чтобы избежать аварии, участки теплотрассы ежедневно проверяются. Ведь от того, насколько вовремя будут замечены неполадки, зависит качество отопления в домах. Трассы осматриваются, стараются осматриваться по возможности чаще, на наличие утечек, которых у нас практически зимой не бывает. На работу в полной экипировке. Не замерзнуть в морозы помогает не только спецодежда. Термосы, микроволновая печь, оборудованная в автомобиле. Так что желание, если есть, в любое время можно попить чай. То, что приходится частенько работать в непростых условиях, тепловики не жалеют. Ведь работа очень значимая, обеспечивает теплом весь город. Сегодня в рядах тепловиков трудится свыше двух с половиной тысяч человек. Главное, что удалось достичь коллективу, значительно сократить тепловые потери, благодаря реконструкции сетей. В целом, получается, по всем нашим программам ремонтов и технического переоружения, по всем нашим объектам у нас выходит порядка одного миллиарда рублей. Несмотря на экономические сложности, сокращать средства на ремонт тепловых сетей на предприятия не собираются. В первую очередь будут удалять дефекты на отдаленных объектах и в центре города. Екатерина Волкова, Константин Воробьев. Наше время. В Оренбурге сегодня стартовала череда новогодних открытий. Первой в городе зажглась елка у ДК «Газовик». На праздники собрались маленькие оренбуржцы со всей округи, которые, несмотря на суровый мороз, пытались согреться при помощи активных танцевальных движений. Ну и кроме того, сегодня открыли еще 11 елок в разных частях областного центра. В общем, новогодний праздник начал шагать по Оренбургу. До сегодняшнего вечера Оренбург оживила праздничная иллюминация. Новогодние гирлянды и световые панно украсили более 600 домов. Сотни лампочек будут подзаряжать хорошим настроением горожан вплоть до 9 января. Когда больным детям помогают дети. Сегодня в школе номер 34 Оренбурга прошла благотворительная ярмарка. Ученики и их родители принесли пироги, блины и поделки, которые выпекали и мастерили всю ночь, чтобы на вырученные деньги купить специальную коляску для 7-летнего Матвея Колдаева, страдающего ДЦП. Сколько денег удалось собрать, знает Миряки Ульманов. Спортзал 34-й школы превратился в самый настоящий воскресный базар. С торговыми рядами, шумными продавцами, пытающимися поскорее сбыть свой товар, и не менее шумными покупателями. Хлеб, кексы, огурцы и повидло, варенье, блины. Блины 5 рублей один, кекс 10, 15, 50, 50, игрушек по 10. Подаем игрушки, собственно, ручные. Елочки были вышиты из ветра, мы покупали шарики, обклеивали их пайетками, делали открытки и пожелания. Орешки, два мешка с конфетами, очень вкусно, нам нравится. Я взглянусь 150, наверное. Мне еще очень нравится. За прилавок встали дети, кому за парту во вторую смену. Ну а тем школьникам, кому все же пришлось идти на уроки, помогали родители. Говорили нам цены, но мы уже старались где-то уступать детям. Поэтому торгуются. Все сначала были очень взволнованы и хотели узнать, а что конкретно можно продавать, а что конкретно можно купить на этой ярмарке. Ну а потом все загорелись, и вы видите тот ажиотаж, то веселье, в хорошем смысле, который царят здесь. Когда родители видят, что ребенок хочет помочь, он знает реальную историю, что есть такой ребенок, его ровесник практически. Родители немножко отключают свои головы от подседневных проблем, заботы, трутины и переключают свои глаза на беды чужих детей. Побывать на школьной ярмарке и уйти с пустыми руками, это все равно, что сходить в кинотеатр и не посмотреть фильм. Так что и я решил сделать свой маленький вклад в помощь детям. Девчонки, сколько стоит эти елочные брушки? Дайте мне, пожалуйста, 4 штуки. Спасибо. За каких-то 3 урока и 2 перемены торговые ряды опустили, и началось самое волнительное. Сколько же удалось заработать? Вот, 2 895. Как результат? Ну, мы думаем, неплохо. Неплохо. Всего же школьникам своими силами удалось собрать 43 тысячи рублей. Все эти деньги уже завтра дети передадут родителям Матвея Колдаева. 7-летнему мальчику с тяжелой степенью ДЦП нужна специальная коляска. Вот видите, горб. То есть это необходимо все корректировать. В коляске должны быть такие специальные позиционные вкладыши по бокам, чтобы вот это все выпрямлять. Коляска стоит порядка 80 тысяч рублей. Получается, школьники всего за несколько часов собрали половину денег. Родители Матвея верят, что оставшуюся сумму помогут накопить оренбуржцы. Ведь если дети смогли, почему родителей нет? Великий Ульманов, Дмитрий Примачек. Наше время. На сегодня все. Эти другие новости доступны на портале 56nv.ru. Будьте с нами, живите в наше время. Всего доброго и до встречи. Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект». Монтажников 1. Телефон 75 15 85. Продолжение следует.